Друзья, привет! Приветствую вас на канале ABC Cooking. Сегодня мы с вами готовим канадский завтрак. Многие мои подписчики знают, что я живу в Канаде. Живу я уже достаточно давно, поэтому знакома с этой кухней не понаслышке. Делюсь рецептом с вами. Готовить канадский завтрак я буду немного другой интерпретации. Будем готовить в духовке, а не на плите. И будем использовать форму для маффина. Завтрак будет готовиться в форме для маффина. Все необходимые ингредиенты вы видите перед собой на экране. Типичные ингредиенты для канадского завтрака – бекон, тост и яйца. Итак, приступим. У хлеба отрежем корочки. Для этого рецепта нам понадобится тостерный белый хлеб. Он обязательно должен быть очень свежим. С помощью скалки мы делаем этот хлеб более плоским, чтобы нам легче было укладывать его в форму для маффина. Если бекон у вас с полосками, укладывайте его по кругу формы. Легче, если бекон и хлеб укладывать в форму вместе, потому что формочки для маффинов достаточно маленькие. И если кусок бекона большой и еще плюс хлеб, то это довольно сложно туда поместить. Далее все смазываем сливочным маслом. Я его предварительно растопила в микроволновке. Это придаст нашему завтраку очень интересный масляный вкус. Духовку я предварительно нагрела до 190 градусов. И теперь мы отправим эти маффины в духовку на 10 минут. 10 минут прошло. Как вы видите, бекон и хлеб немного уменьшились в размере. И теперь в каждую ячейку формы для маффинов разбиваю одно яйцо. Я использую куриные яйца. Вы также можете использовать перепелиные, какие вам больше нравятся. Для этого блюда я буду использовать смесь разных сыров, которые используются в мексиканской кухне. Но это не принципиально важно. Вы можете использовать любой сыр, который есть у вас в наличии. Яйца я солить не буду. Также не буду добавлять перец, потому что в мою смесь сыров входит перец халапиньо. И сыр достаточно соленый, поэтому я считаю, что солить нет надобности. Но вы делайте, как вам больше нравится. Если нравится более соленый вкус, добавьте немножко соли. Можете добавить черный перчик. И также добавить любые другие специи, которые вы любите. Отправим маффины в духовку еще на 10 минут. Духовка у меня с конвекцией, поэтому это у меня занимает на 2-3 минуты меньше времени обычной духовки. Итак, наш канадский завтрак готов. Теперь самый важный нюанс. Ни в коем случае не вынимайте эти завтраки сразу из формы. Дайте им побыть в форме примерно 5 минут, а затем вынимайте. Так как у меня силиконовая форма, вынимать достаточно легко, но вы также можете использовать обычную металлическую форму, смазав ее маслом. Итак, наш канадский завтрак готов. Приятного всем аппетита! Готовьте с хорошим настроением и у вас обязательно все получится. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал ABC Cooking. Благодарю всех за просмотр. Пока-пока!